Субтитры создавал DimaTorzok 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 И поэтому я вот так раньше Сейчас я уже меньше стараюсь этим заниматься потому что я уже устала Но раньше я смотрела И вот что... Не будет написано там про женский вопрос Не знаю... Про женский туалет Там была статья на минуту, например Вообще что угодно Там всегда очень много комментариев Мужчины всегда вот такие Они всегда очень большие И немного будут Ну, по-моему, они значительные, ну, и о красном, по-моему, какие-то. Да. И, ну, не знаю, честно, что там говорится. Сомнительные сведения об истинной природе женщины, что её природа и труд женственно не нравится мужчинам, биологическое предназначение женщины, рожать детей, научить их мужчину слушать. В исторической условности неравенства, что всегда так было, женщины никогда ничего не изобретали, для прогресса ничего не делали, женщины не участвовали в Великой Отечественной войне, мужчины создали цивилизацию. Женских потребностей мужчины тоже знают лучше, о женском самочувствии во время месячных и беременности они знают вообще всё, о материнском инстинуте они тоже знают, об абортах знают, что такое лесбийский секс они вообще не понаслышке знают, почему существуют лесбиянки они знают, и о том, что такое для женщин изнасилование, они, естественно, тоже знают. например, ну и как как-то вести себя, если я тебя... так? как они могут объяснять? или так, например, тоже может быть вот, то есть, ну по сути, нэнсплеем это такая вещь, то есть просто у тебя нормальных мужика не было, который себе это всё объяснил. вот, вот, и я когда начала быть феминисткой, я очень много ещё общалась, а сейчас меньше, и сначала я просто не хотела, например, замуж выходить, домашнюю работу делать, и я сталкивалась с объяснениями на эту тему, конечно, что вы там мне рассказывали про моё предназначение, про то, что мою женскую природу в чистоту поддерживались, и я говорила, я бы не умею, и у меня что-то дверь женщина, и что-то... или что-то вы не так говорите. вот, потом я много спорила, в очень горячих спорах я участвовала, очень усилий потратила ресурсы, свои руки вообще не участвовали, доказывая, что вот, там, журналистка важна, не так... ну, журналистка не менее важна, чем там ты строитель, и ещё там... я не знаю, я уже не помню, какого это было, но зато теперь я бы смогла синтезировать эту информацию, и когда я вижу какую-то первую фразу такого рода, я это понимаю. вот, и что мне рассказывали вот, да, про женский труд, и про то, почему трудительный мужской и женский, это женщина больше склонна на полной работе, а мужчина склонна к свершению, потом я вот с одним хорошим другом прекратила общение, когда я жаловалась в соцсетях, что вот меня за задницу схватили на улице, меня стало объяснять, что вот мой внешний вид так важен на эту ситуацию, и... закончил он тем, что сказал, что сексуальная отета женщина вообще не может говорить о роднотрайве, а я ему при этом даже вообще на вопрос не ответила, как я была одета во время инцидента, я на самом деле была одета в драме, там, конкурсе, в драме, но это не важно, то есть он не знал, как работать, но он... потом, значит, еще, что он рассказывает, что совершенно не важно, мужчина ты или женщина, главное быть хорошим человеком, иногда случится, в общем, это похоже, да, нам совершенно все равно, кто-то гетеро, или ЛГБТ, белый ты или черный, нам все равно, обычно это говорят, кетеро и белый, вот, и если ты мужчина, то... ты не обязательно знать, что женщины, когда-то работали в шахтах, пока не выяснили, вернувшись у своих мужчины, а сейчас работа в шахтах входит в список запрещенных профессий, да, для женщин, как раз более четырехсот, ну, мужчина просто объяснит, что вы не хотите в шахтах работать, только борьтесь за свою кровату. Вот тоже вот. Это вот очень хороший паблик, там много, есть облак, одновременно печальных. Все эти можно встретить, да. Так, на помощи товарища, я видела в своей жизни, пока я участвую в этом году, мне рассказывали, например, с очень серьезным умным видом, почему в кино и в плане женщины обязательно молодыми, подтянутыми, а мужчинами не обязательно, что вот мне объясняют, что это лучше продается, потребители такой запрос, ну, то есть я там глупо и не понимаю, вот, а почему потребители такой вопрос, на запрос, ну, это не так важно. Вот тоже, это биология, это биология, она всегда присутствует. Боже, без проблем. Вот. Что еще потом, еще мы решали, вот, да, почему женщины пользуются косметикой, хотят быть сексуальным, мужчинам нужно меньше, точнее, не почему, почему обычно не доходят, а просто объясняли вам, что вот, женщины сидят на диетах, потому что они хотят быть сексуальным, а мужчинам это не так надо, а вопрос, почему, нет, мы не скажем. по тому, что мужчины еще знают, не понаслышали, как избегать из насилований, потому что их реже насилуют, вот, и они обязательно с этим соображением всегда поделятся. И как нужно на приставание реагировать, что это комплимент, тоже расскажут, и почему мужчины сидят, лицо расставив ноги, это биология, анатомия, биология вообще, она правда в изобилии присутствует. Почему домашнее насилие существует, и вся власть у мужчин, и почему изнасилование, это биология, биология. Биология классная. Вот, да, это тоже такой классный надплейник, у человека, кто хочет выбирать геналистики. Ну, что еще? Например, психоравноправимых, УВТ, я тоже считаю, биологи, все мужчины биологически должны любить женщин, у которых волосы много биологически не растут, подножками тоже. Вот, а гендер нам надо природой, и богом тоже, поэтому с детства надо навязывать. Вот, необходимо жить, например, семьей, заниматься сексом бесчетным количеством раз, рожая при этом на аналоговых детей, тоже неусловно биологическим. вот, что у нас еще было такое, наверное, просто. Это тоже почему-то еще насилие, ну, там что, мыслиц к женщинам способны. Вот, потом еще мужчина объясняет как бороться с домашним насилием и мучшими приставаниями, то есть нужно либо идти на самород, на самород, Самооборона, конечно, любить, кто пристает, мне не раз, но я продолжаю жаловаться на приставание, мне говорят, что у меня столько нужны участки, которые мои говорили, должно, можно, там и вот каждому неповадно, классно, да, Татьяну Андреевну, помню всех, которые сидят в семье, или, например, удовольствие, получается, от того, что те на улице перестают, потому что это приятно, скромнее обиваться. Тоже хороший способ. Ну, а по мере того, как я остановилась в воле Артекали, на моего круга мужчины, которые говорили, например, говорят, что женщина не способна быть, потому что она там ребро, пропадали. У меня появились такие умные, они стали, они третью волну феминизма, они первые отвечают, вообще они все знают, они очень умные, вот, и они всегда феминизм делают. Они знают, что правильный феминизм, что такой правильный феминистки, и что вообще-то феминизм был бы лучше, если они не правильные феминистки, как правило, чуть больше, чем 100% с этими с ними общаются. Вот, и поэтому, например, я знаю, ну, большинство феминисток, и у меня в том числе, с представителями левого движения, очень часто, ну, так скажем, несогласия, да, потому что они ощущают, что они женщину будут освобождать, а женщины для них нужны возглавливать. Ну, а мы без них можем убрать. Вот, и вообще, мужчины, которые за гендерное равенство выступают в словах, они, на самом деле, опаснее всего, потому что даже, вот, я в себе чувствую потребности, надо сказать, что за гендерное равенство, сейчас надо его обслужить быстро, и все ему сказать, там, и почтение, вообще, благодарность, и немножко поцеловать, и все такое, вот. И они невинные вопросы все эти задают, и вроде бы уже сотни женщин на эти вопросы успели ответить, все их гуглили, но он же такой хорошенький кусочек, он же за гендерное равенство. Сейчас я с ним буду дискутировать. Вот, ну, и, в общем, после фразы за гендерное равенство следует какой-то но, и там вот такая тоже сентенция, как, почему там, вот, как надо бороться за гендерное равенство, и что это такое вообще, и почему они согласны с гендерными исками, ну, все равно, там, кто-то объясняет. Вот, и еще они считают часто, что, ну, то есть это действительно такая есть манера, сесть не в другом образом на шею, сказав, что ты за гендерное равенство, и заставить себя такие обслуживать, вот, объяснить тебе, что ты должна делать, как ты должна всем там ходить, рассказывать, всем все объяснять, с кем никогда не ссориться, быть милой, объяснять, 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 сначала ему объяснить, не отказывать ему, это никогда не зашло, потом, и всем остальным тоже, и, да, иначе ты портишь ему феминизм, за который он, конечно же, выступает, и очень сильно переживает, что ты сейчас это портишь. Вот, а иногда им говоришь, ну, а как вас так волнует настоящий феминизм, ну, вы тоже сходите поговорить с мужчиной, почему женщине не стоит массивовать, ну, сделайте то, что они говорят, ну, у нас там другие задачи, хорошо. Вот, еще мне, например, часто рассказывают, что у меня, там, вот, у симпатичной журналистки из Петербурга проблем, связанных с гендерным глутением, не может быть, вот, угадаю по амотаркам, где гендерное глутение, вот, потом еще объясняют, что надо, там, бороться, да, вы не с тем, там, вот, там, тёлочки какие-то, или должны с призывом в армии мужчин бороться, или, не знаю, за увеличение пенсионного возраста для женщин. Потому что геи объясняют лесбиянкам, что дискриминация лесбиянок, она гораздо менее серьезная и важная, чем дискриминация геев. Вот, и они вообще не признают лесбиянность, конечно же, как они живут. Вот, ну, и о чем проблема, собственно, с мансплейнгом? Так, это как-то похоже, может быть, сейчас кто-то, там, ты мосик объясняет, что я дура. Это очень странно, я понимаю, представщик, который я написал, но он понимает, наверное... Так, мансплейнинг демонстрирует власть, сбивает с толку, мешает обрестью уверенности, правоте и состоятельности. На него уходится очень много ресурсов, которые в личной жизни, политической, можно было бы потратить вообще на что угодно. Очень много сил, у меня все время вышло на споры, непонятные вообще какие-то персонажи. А сейчас, когда я, ну, вижу уже, то я уже вообще не прохожу мимо. Хотя еще был момент, когда я сейчас в свидании. Если у себя такого рода споры, то, чтобы не ощутить. Вот, я-то знаю, что он сейчас будет делать. А она не знает, у нас еще не будет. Нет, судно, я тоже не знаю. Вот, и, то есть, когда селочный гей начался, например, я уже прописываю реакцию. Ну, так, не туда вопрос, что происходит. Вот, и все вот эти мужчины статусно уважаемые, они всем женщинам, которых я там видела, подруга моя, каким-то незнакомым я видела, много читала. Всем мне подъясняли, что нет связи между любаемым насилием физическим. Что они все против физического. Они прямо, у них душа болит, они все против нашего насилия, например. Но, как бы, у девочки анекдоты про блондинка произносила. У меня есть любимый анекдот произносила, мне там уже написала. Я его рассказываю. Но, как бы, а в чем связь-то была? В общем, писала. Вот. И тогда, в общем, да, потоки мэнсплейнинга затопили. И потоки газлайдинга. Газлайдинга тоже затопили. Вот еще учат, да, что если, ну, это и газлайдинга, и мэнсплейнинг, то есть это вот так учат. Что, конечно, у вас есть проблема, но у нас такое вообще все плохое. У нас такая плохая власть, что нам нужно объединиться. Ну, этоonseux, все сложно. Ф 쉬ать это просто нет. Есть oportunidad và тв now плач сделал ваши минусы. Продолжение следует...